Добрый вечер! Приветствую всех на нашем сегодняшнем вечернем семинаре. Я обозначил тему, о которой я хочу говорить сегодня, как есть ли кризис в современном искусстве. На самом деле это не случайно, потому что данную лекцию я читал впервые еще в 2016 году на открытии моего интеллектуального проекта «Булеслик Бес» в рамках лаборатории актуального искусства Шнитке-центра, которой на тот момент я руководил. Я знаю, что на сегодняшней нашей лекции присутствуют в том числе и те, кто присутствовали на той самой первой лекции проекта «Булеслик Бес», а также те, кто слушали ее в интернет-сети. Но, вероятно, также присутствуют и те, кто впервые слушает меня в качестве лектора. Так что я постараюсь выстроить свою лекцию таким образом, чтобы она была интересна всем. И тем, кто уже на протяжении шести лет посещает мой проект «Булеслик Бес», и тем, кто впервые решился послушать то, о чем я говорю. Но для этого мне нужна будет ваша помощь. Я прошу ваши вопросы задавать не в течение лекции. Так как у лекции есть своя форма, есть своя логика, есть своя драматургия, и даже если что-то из того, что я говорю, вам покажется спорным, то вполне возможно, что к концу лекции вы сами поймете, зачем я выстроил это таким образом. А если же в конце лекции у вас все-таки останутся какие-то ко мне вопросы, то я рад буду вас выслушать и в меру возможности своей ответить на ваши вопросы по данному материалу. Поэтому это как бы единственное правило тех лекций, которые я веду, то, что вопросы все оставляем на потом. Я специально оставлю для этого время. У вас у всех будет возможность задать мне вопросы. Спасибо. И еще один такой маленький момент. Так как я прежде всего композитор, то несмотря на то, что у меня несколько образований, все они в той или иной степени связаны именно с музыкальным искусством. Так что все, что я сегодня буду говорить о искусстве, прежде всего будет подразумеваться искусством музыки, если не поговорено иное. Но ту картину, которую я сегодня для вас предложу, ту схему, ту модель, вы самостоятельно сможете перенести и на те виды искусства, в которых работаете вы. Уверен, что у вас это отлично получится и без моей помощи. То есть сегодня акцент делается именно на музыкальном искусстве. Итак, начнем. Я, в общем, не случайно назвал сегодняшнюю лекцию «Есть ли кризис в современном искусстве». Всецело осознавая шаблонность данного наименования, но именно на него, на шаблон, на это клише, указание на общее место в современном дискурсе я и рассчитывал. Распространено мнение, что классическое музыкальное искусство, да и не только музыкальное, а многие виды современного искусства, постиг некий кризис. Приведу вам в качестве примера таких людей. Я знаю сверхинтеллектуалов, которые могут читать тексты Латура, которые спокойно читают и цитируют Лакана, которые могут смотреть сложнейшее какое-то изощренное авторское арт-хаусное кино, восхищаться современной живописью, архитектурой, перформансами и так далее, но которые совершенно не способны воспринимать современную классическую музыку. То есть ту, которую часто даже именуют современной авангардной классической музыкой или даже экспериментальной классической музыкой. Хотя на самом деле корректнее всего было бы называть ее просто классической музыкой по современному этапе ее существования. То есть есть большое количество людей, которые действительно не способны вникнуть в современное музыкальное искусство, которые по часу его абсолютно и полностью отрицают. Более того, добрая половина, если не более, профессиональных музыкантов-исполнителей также зачастую оказываются неспособны к восприятию такой музыки и относятся к ней, ну так скажем, в лучшем случае прохладно, в худшем случае с крайним пренебрежением или даже проявляя всевозможные формы сарказма в ее сторону. Я вот уже 15 лет преподаю в различных государственных и частных вузах у нас в России и в основном в последнее время руковожу дипломными проектами студентов, как специалистов и бакалавров, так и магистрантов. И вот что удивительно, даже у моих студентов, которые с первого же курса погружаются в дискурс Булес-Ликбеза, так или иначе могут проскальзывать в текстах такие фразы вроде «кризис оперы», «кризисное состояние современного балета», «кризис жанра» и так далее и тому подобное. Они, конечно, это вставляют неосознанно. Более того, если указать им на факт подобных ляпов, то им становится неудобно, они извиняются, они понимают, насколько это неуместно. Но, тем не менее, это демонстрирует, насколько представление о том, что современное музыкальное искусство сейчас находится в кризисном состоянии, является общим местом для академического музыкального образования. И чтобы отбиться от подобных фраз, связанных с навязыванием, социумом данной концепции, приходится проделывать над собой очень долгую внутреннюю работу и зачастую постоянно ее возобновлять вновь и вновь. Мне известно, что многие объясняют негативное отношение к современной классической музыке, появлением в XX веке коммерционализированного популярного искусства, которое раскручивается на огромные деньги и, соответственно, приносит еще большие деньги. Зачастую, кстати, вне зависимости от уровня тех музыкантов, которых раскручивают, в данном случае работает просто обычный механизм рекламы. То есть с середины XX века это, в общем-то, стало одной из норм. И многие исследователи, многие музыканты с именем валят все именно на коммерционализацию искусства. Есть значительный блок материалов, написанных на эту тему, и еще в большей степени озвученных устно. Но есть у этой концепции одна существенная проблема. Дело в том, что если бы речь шла исключительно о противопоставлении серьезного современного академического классического музыкального искусства и искусства популярного, развлекательного, коммерческого, то разделение бы прошло примерно следующим образом. То есть массы, далекие от профессиональной деятельности в области музыкального искусства, могли бы поддаваться на зов этой самой рекламы, на рейтинги, вывешиваемые в сети, на музыку, навязываемую через медиа и так далее. Но музыканты-профессионалы, музыканты-исполнители и тем более музыканты, собственно, композиторского цеха, естественно, были бы сосредоточены исключительно на классической музыке, на ее развитии, на инновациях, которые в ней бы происходили. Но это, увы, совершенно не так, о чем я, собственно, в начале лекции и сказал. А это значит, что если коммерционализация популярного искусства и имела какое-то негативное влияние на осознание социумом классической музыки как чего-то выходящего за пределы возможности ее восприятия, то, по крайней мере, мы не можем считать, что этот фактор был решительным, что он наиболее ключевой, что он наиболее значительный из возможных. Как я уже озвучивал, как это ни печально, но на самом деле само профессиональное музыкальное сообщество зачастую выступает резким противником, резким критиком современной классики. Причем в значительно большей степени, чем музыканты и непрофессионалы. Чаще можно найти отклик на современную классическую музыку в среде художников, режиссеров, не зашоренных какими-то рамками инженеров или программистов, чем в среде консерваторской или тем более в среде оперных театров. Так что валить кризис современной классической музыки на появление в середине XX века коммерческого популярного искусства точно не стоит. Возможно, оно какую-то роль и сыграло, но эта роль не была излишне большой. Если же мы обратимся к идеям такого мыслителя и композитора, как Владимир Мартынов, русский классик, одна из таких крупнейших фигур современного академического музыкального искусства России, то одной из причин падения, как он считает, классического музыкального искусства в наши дни стало появление доступных способов многоканальной управляемой записи музыки, то есть цемплерных синтезаторов с возможностью накладывать один голос на другой, даже не владея маломальски нотной грамотой. Раньше искусство построения многоголосных композиций было сложнейшей наукой. Оно было, обладало флером сокраинности. Эту технику изучали на различных, причем сложнейших дисциплинах, таких как гармония, полифония, анализ музыкальной ткани, и же фактуры, на оркестровке, инструментовке и так далее. Сейчас же человек может просто использовать готовые сэмплы, готовые целые блоки, пресеты музыкального материала, подходящие друг к другу, как пазл, и писать музыку, совершенно не ориентируясь в том, как он на самом деле ее делает. Он просто нажимает на разные кнопки, переключает сэмплы, они все друг к другу в той или иной степени подходят. Если что-то не подходит, тут же можно стереть, удалить, и, соответственно, человек выдает на выходе некую многоголосную, возможно, очень длительную композицию, при этом совершенно не ориентируясь в музыкальном искусстве как таковом. То, что я цитирую Мартынова, я цитирую не книгу, я цитирую его, собственно, устную прямую речь, а во-вторых, я просил все вопросы задавать только после окончания лекции. Соответственно, можно действительно вместе с Мартыновым констатировать факт появления огромного количества музыкантов-парафанов, можно их так назвать, и это действительно могло бы оказать влияние, опять же, на массовое восприятие современной академической музыкальной традиции. Но оно не могло бы повлиять на восприятие музыкальной традиции профессиональными музыкантами, которые способны отличить результат случайный, результат неосознанный, результат основанный на работе машины, компьютера, а не результат интеллектуального труда композитора. Однако, как я уже несколько раз подчеркивал, ибо это очень важно, именно в среде самих музыкантов-профессионалов мы встречаем наибольшую агрессию по отношению к современному классическому музыкальному искусству. Почему так происходит? В чем же здесь проблема? И когда, собственно, начался этот эпохальный кризис, если он действительно имеет место быть? Если в современных вузах, да и в бытовой речи искать ответ на этот вопрос, то, вероятно, он начался, по крайней мере, его некие предпосылки еще в начале 20-го столетия. Потому что имена даже таких музыкантов, как Щенберг, Айвс или Стравинский, по-прежнему относят к так называемой современной музыке. Я говорю о современном музыкальном образовании в специализированных колледжах, вузах и так далее. То есть вполне корректно назвать Айвза, Щенберга или Стравинского современной музыкой. Несмотря на то, что Щенберг и Айвс родились в одном и том же 1874 году. То есть, представляете, в 1874 году. А Игорь Федорович Стравинский родился, соответственно, в 1882. То есть, это авторы, родившиеся и даже успевшие что-то написать еще в позапрошлом веке. Но, соответственно, исходя из этого, можно предположить, что пресловутый кризис датируется где-то началом или, по крайней мере, гарантированно серединой 20-го столетия. Кульминация же его, безусловно, пришлась именно на послевоенную эпоху. На эпоху, начиная с 1946-1947 года, на эпоху, когда творили Пьер Буллес, Луи Дженона и Карл Хайнс Граузен. Именно в честь Пьера Буллеса собственно и назван мой интеллектуальный проект, который именуется Буллес-Ликбез. Более того, даже такие люди, которые по логике своей профессии должны были бы понимать все нюансы души человека и радоваться расширениям возможности современного музыкального искусства. К примеру, такие как психологи. Ну, допустим, Карл Густав Юнг, основатель до сих пор модного направления в глубинной психологии. И тем не менее, Юнг крайне негативно отзывался о современном ему искусстве. И нам очень важно сейчас понять, попытаться разобраться, что же случилось с искусством в 20 веке. Потому что когда вокруг все говорят о кризисе, наверное, что-то происходит. Маловероятно, что происходит то, что конкретно называется, что, собственно, сам кризис. Об этом мы тоже еще поговорим. Но дыма без огня, как известно, тоже не бывает. И чтобы в этом разобраться, чтобы подробнее это все обсудить и понять, в чем загвоздка, в чем проблема, и проблема ли это, нужно понять, а что, собственно, означает то самое слово, тот самый маркер, который единогласно все пытаются нам преподнести. То есть слово кризис. Кризис древнегреческое слово означает поворотный момент, некую лиминальную точку вынесения решения. И, собственно, слово это активнейшим образом применялось в трех совершенно разных отраслях. Изначально и наиболее долго этот термин переменялся в, так скажем, медицинской практике. Назовем ее так. То есть практики выпытывания болезни, что было бы корректней наименовать. То есть решение, то есть кризис, это момент решение о том, будет ли жив больной или нет. Как известно, вплоть до открытия Луи Пастера, то есть до пастеровской медицины, то есть медицина до середины 19 века, она не отделяла болезнь в полной мере от самого страдающего субъекта. И чтобы диагностировать болезнь, чтобы понять вообще что происходит, болезни давали раскрыться, болезнь должна была дойти до пикового некого состояния, и в этот момент, кризисный момент, момент решения, доктор, во-первых, мог диагностировать точно заболевание, а во-вторых, делал высказывание о том, свое предположение, сможет ли выжить пациент, будет ли он за него бороться, или нужно просто уже вызывать священника. Таким образом, это очень точная, очень краткая и очень важная точка принятия решений. Другой, другая практика, другой дискурс совершенно, где слово кризис тоже достаточно долго бытовало, это судебная практика. Кризисом в ней называлось решение по тяжбе. В данном случае речь идет об упытывании истинной ситуации. И там, и там, и в медицине, и в суде это лиминальное, пороговое пространство. По сути, это мгновение. Некое мгновение задержки, после которой происходит оглашение. Кризис это поворотный пункт. Ну, и, наконец, третий, возможно, для нас наиболее интересный, наиболее важный момент. Слово кризис прочно срослось с христианской эсхатологией. Здесь можете к святоотеческой традиции обратиться и на следующей ей традиции. Кризис это момент, когда будет оглашена книга жизни на страшном суде, и грешники раз и навсегда будут отделены от праведников. То есть, это божественное оглашение. Сакральный момент. Решение, которое после его оглашения изменить будет уже невозможно никак. Последняя интерпретация слова кризис, то есть, эсхатологическая, будет особенно важна для последующего нашего анализа, но пока отвлечемся от эсхатологии и выведем нечто общее во всех этих трех кризисах. Медицинском, юридическом и теологическом. Каждый кризис это краткая точка, мгновение, некий пик, который определяет все последующее. Кризис может длиться час, день, да, может быть, неделю от силы, да, но он не может длиться дольше самой человеческой жизни, век или даже полтора века, смотря откуда считать начало того самого кавычка кризиса, который мы якобы имеем в современном искусстве. В таком случае, применительно к тому, что происходит сейчас в музыкальном искусстве, да и не только в музыкальном, можно использовать любое определение, но только не слово маркер кризис. Интересно отрабатывает себя в данном контексте именно эсхатологическая версия кризиса. Так как называемый кризис искусств, как известно, приходится на радикальное смещение европейского социума с религиозной парадигмы к парадигме светской. Десакрализация кризиса, кризиса заимствована из эсхатологии, из идеи страшного суда, но лишенная концепта высшего судьи обретает весьма специфические черты. Святое место, как известно, пусто не бывает, и место высшего судьи занимает мнение отдельно взятого каждого субъекта сообщества, которое, понятное дело, чаще всего является лишь растиражированным в энном количестве одним и единым мнением большинства. Ну, в лучшем случае, двумя-тремя расхожими мнениями. И именно по этой причине, что некогда кризис выполнял роль разделения навсегда праведников и грешников, многих современных людей, как я считаю. Никакими аргументами невозможно переубедить в том, что современное искусство по-прежнему выполняет свою высшую роль и что оно ничуть не уступает, а во многом даже превосходит искусство прошлого. Такой человек совершил свой страшный суд. Его кризис миновал, и он вынес решение, что такое хорошо и что такое плохо. И никакими средствами, как и на христианском страшном суде, уже невозможно переиграть вынесенный приговор. Это позволяет показать, как работает механизм отрицания, но, к сожалению, совершенно не позволяет показать того, почему этот механизм работает против современного, музыкального, а не, к примеру, против старинного классического музыкального искусства. По этой причине, для того, чтобы выяснить, с чем мы имеем дело на самом деле, нужно обратиться к прошлому и посмотреть, как менялась музыка на протяжении веков, чтобы понять то, что происходит с ней сейчас. И главный вопрос для нас будет, является ли классическая музыка, то есть композиторское искусство европейской культуры, единой практикой или же сквозь века проходит лишь единое наименование музыка, а наполнение этого имени все время меняется. Вот ключевой вопрос, который нужно поставить, и именно он поможет ответить нам на вопрос, что происходит с современной музыкой, и почему именно профессионалы зачастую отрицают ее наиболее агрессивно. Ну, примеров одинакового наименования, но совершенно различной практики в истории искусства хватает. Возьмем, к примеру, такое определение, как балет. Что такое балет, кажется, знает любой человек. Но если взглянуть на историю балета, то окажется, что это совершенно не так. Балет на момент своего появления в эпоху позднего ренессанса был чем угодно только не музыкальным действом. Это было некое шоу, в котором было намешано все, что угодно. Десятки совершенно различных практик и мало чем связанных друг с между другом номеров. Позже появляется музыкальная пантонима. Тоже называлось балет, но совершенно было иной практикой. Затем постепенно проформируется собственно классический балет. То, что обычно ассоциируется у большинства с этим словом. И затем уже в 20 веке появляются такого рода балеты, которые просто могут исполняться как симфонические номера. И в данном случае ну например балет Уильяма Шумана, имеющий музыкальную форму продуманную, в которой хореография в общем-то скорее является неким дополнительным элементом, а не элементом основополагающим. Как это было в эпоху классического балета, во времена Чайковского, когда музыка писалась с расчетом на точное количество шагов, жестов, продумывала сколько нужно музыкального материала на то или иное движение танцора и так далее. То есть слово-то через века проходит и кажется, что это и практика одна и та же, что она лишь постепенно меняется. Но вот меняется она настолько, что по сути взятая как несколько отдельных срезов между собой не имеет уже почти ничего общего. Погрузившись в исследование композиторского искусства европейской традиции того, которое мы собственно называем европейской классической музыкой, я пришел к выводу, что под единым словом музыка скрываются совершенно различные явления, смешивающие, сменяющие друг друга лишь в хронологическом порядке. Анализ этого и станет тем, что позволит нам понять, что происходит в современной классической музыке сегодня. Я уверен, что мои слушатели хорошо знакомы с различными системами в области исторического анализа, в которых используются методы в той или иной степени жесткого разделения явлений одной эпохи от другой. Но здесь можно вспомнить Томаса Куна с его научными парадигмами, не вытекающими одна из другой. Можно вспомнить Мишеля Фуко с его историческими эпистемами или Луи Альтюсера с его сменяемыми системами с асимметричной доминантой или столь популярного у современной интеллектуальной молодежи Жана Бодрияра с его концепцией смены различных порядков симуляторов. Я буду ориентироваться безусловно на все эти модели, но использовать я буду методологию в наибольшей степени приближенную к методологии Мишеля Фуко изложенную в его знаменитой работе «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук», которая вышла в 66 году. вот, как-то, не знаю, не получится, а вот, получится показать. Вот такая вот замечательная книжка. Да, я знаю, что эту книгу, когда она вышла только ленивый непинал, на нее вышло просто колоссальное количество критических отзывов, по сути, сделав эту книгу абсолютным хитом. Но, тем не менее, я буду ориентироваться именно на эту книгу лишь с одной поправкой. Ну, во-первых, Фуко был провозвестником междисциплинарных исследований, и абсолютно понятно, что, когда один человек пишет книгу обо всем сразу, то любой узкий специалист найдет какой-то маленький фрагмент, в который он сможет вставить свой шип, который сможет бросить камень в этот огород, и это как бы абсолютно очевидно, но междисциплинарные исследования продолжают набирать обороты, и они дают другие возможности, чем то, что могут дать узкоспециализированные исследования. Но, тем не менее, стоит признать, что Фуко в этой книге все-таки допускает одну очень важную, я бы даже сказал, достаточно грубую ошибку. И я этой ошибки попытаюсь избегать. Дело в том, что если вы читали эту книгу, а если не читали, то я сейчас это озвучу. Дело в том, что Фуко на протяжении своей жизни полагал, что выведенные им эпистемы, то есть исторические системы мышления, реально существуют. Вообще резоннее было бы предположить, что мышление через эпистемы является частью не древней истории, а частью как раз современного этапа, когда ему эта идея и пришла в голову, а не чем-то, что лежит в далеком прошлом. Но ключевая как раз ошибка Фуко в том, что он полагается на эпистемы как нечто действительно присущее эпохе. Я же этого делать не буду, а я буду предлагать нечто подобное музыкальной практике, но не как то, что свойственно было музыке какого-то древнего каждого исторического периода, а как некое удобное инструментальное допущение, которое позволяет нам взглянуть на историю музыки совершенно с одной стороны и, самое главное, решить проблему с пресловутым кризисом современного искусства. То есть, если бы Мишель Фуко предложил эпистемы в качестве гипотетического инструментального допущения, которое позволяет переосмыслить логику формирования в истории тех или иных практик, то, в общем-то, критика в его адрес была бы, мягко говоря, неоправдана. Но он этого не сделал. Он был первопроходцем, на ад и, соответственно, собрал и всю славу и одновременно по полной огреб от всех тех узкоспециализированных специалистов, которые его поносили и высмеивали. Это не значит, что все то, что я вам сейчас буду рассказывать по поводу классического музыкального искусства, я считаю, что это лишь инструментальное допущение. На самом деле, я считаю, так же, как и Пуко считал, что это действительно свойство музыки каждого исторического периода. Но, понимая спорность подобного утверждения, я буду констатировать это как некое логическое допущение, которое действительно поможет нам решить проблему, обозначенную в названии сегодняшней лекции. Что, собственно, то есть мы будем с вами выяснять интереснейшую тему, интереснейшей теме разбираться. Является ли музыка, ее корпус, ее тело чем-то единым или на самом деле через века проходит только слово музыка, а практики, которые ее наполняют, являются, по сути, едва ли не совершенно различными типами искусства. Я помню, когда я еще получал свои первые два высших образования, я их получал одновременно, в моем бузе писалась докторская диссертация, целью которой было в том числе определить и что есть музыка как таковая. Результат, впрочем, оказался не столь однозначным, как, вероятно, это планировал автор этой диссертации. Ему удалось определить и что, что та практика, которую мы именуем музыка, уклоняется от точного определения. Вероятно, именно по этой причине музыка вошла в число так называемых универсалей, то есть тех культурных компонентов или даже культуральных компонентов социума, которые встречаются абсолютно во всех известных человеку культурах. То есть музыка есть везде, так же, как и прочие универсалии, потому что никто не знает, что такое музыка. Когда находят что-то похожее на то, что кому-то кажется, что это музыка, соответственно, определяют это музыкой и так появляются универсалии. И дело не столько в распространенности музыки в социумах исторических и поликультурных, сколько в многообразии музык, в многообразии тех практик, в многообразии тех, на самом деле, совершенно разных видов искусства, которые мы объединяем под словом музыка. И для того, чтобы это хоть как-то дифференцировать, я предлагаю вам свою гипотезу, так называемая гипотеза трех музыкальных практик. над. И, собственно, с истории мы и начнем. Композиторское европейское искусство возникло в вполне определенный и конкретный период, более того, в совершенно конкретном месте. Это вторая половина XII века. Это так называемая школа Нотр-Дам. Это у нас Франция, Париж, школа певчих, строящегося тогда собора Нотр-Дам де Пари. Все, что было до этого, опять же, кризисного, определяющего момента, я именую как музыка допрактическая, в кавычках, да, чтобы никак не связывать с непрактичностью. или применяю к ней термин музыкальное вместо слова музыка. Это не значит, что от палеолита, да, со времен, там, примерно 40 тысяч лет назад, то есть со времени обнаружения самых древних и сохранившихся музыкальных инструментов до XII века Новой Эры музыкальное искусство никак не разделялось, его нельзя почленить на какие-то более мелкие фрагменты, более мелкие блоки, это значит лишь то, что музыка дохристианской эпохи сохранилась настолько плохо, сохранилась настолько мало материала, что говорить о ней более детально пока просто нет ни малейшей возможности. Органология, наука о музыкальных инструментах, вот там есть где разгуляться, то есть сохранились останки большого количества инструментов с древнего мира, сохранились описания этих инструментов, их изображения, но собственно музыкальный материал, оставшийся от древнего мира, он очень разрозненный, совершенно непонятно, насколько он может действительно репрезентировать ту или иную культуру, и восстанавливается он по тем типам фиксации, которые тогда существовали, ну так скажем, крайне гипотетически. Поэтому собственно мы можем лишь примерно представить, что было в музыкальном искусстве до XII века, ориентируясь на то, что непосредственно предшествовало появлению композиторской музыкальной практики. А что собственно ей предшествовало? Что я называю допрактическим музыкальным искусством или просто определяю как термин музыкальное? Что было до XII века? музыкальное искусство было слито в синкретическом единстве с некими другими культурными практиками. Например, нераздельно слито со словом. Ну, всем известно исследование на эту тему, на тему того, что наиболее архаичные формы речи это речь тоновая или тональная. То есть в древних сообществах речь наделялась значительно большим интервальным разбросом, чем мы имеем сейчас. И в каком-то смысле пафосная патетическая речь фактически смыкалась с пением, как оно нами сейчас может пониматься. то есть очень эмоционально насыщенная декламация уже фактически переходила в нечто, что мы можем сейчас принять за музыкальное искусство. Другой пример. Синкретическое единство музыки и культа. Музыки как части служения. Ну допустим это бесконечное трясение систрумов в искусстве, точнее в культовой службе древнего Египта. Для древнеегипетской культуры звук это жизнь, звук отождествляется с тем, что живет, а молчание это молчание пустыни, молчание, тишина отождествляется со смертью. И если египтяне хотели, чтобы в храмах действительно жили боги, это значит, что в храме постоянно должно быть звучание чего-то. Роль этих музыкальных инструментов выполняли систры или систрумы, название латинское, то есть значительно более позднее. Это такие погремушки. Точнее, если исходить из того, что систрум это трясти, да, потрясаю, то есть, соответственно, это не погремушка, а потрясушка, буквально, если переводить это слово. И эти систрумы тряслись в храмах, люди сменяли друг друга, они звучали в них, не переставая на протяжении тысячелетий. Можем ли мы это считать музыкой? Вероятно, нет. Но можем сказать, что музыкальная составляющая входила в часть египетского культа, да, безусловно. Также, когда речь идет о древнем мире, постоянно путают сигнальную функцию инструментов и, собственно, музыкальное искусство. То есть, то, что называется башенной музыкой, но, простите, музыкой она точно не являлась. так же, как и не являлась музыкой использование звуковых инструментов в качестве инструментов запугивания, как они применялись, допустим, в армии Древнего Рима, где медные инструменты или барабаны могли дезориентировать противника. Если очень громко шумят барабаны, то не слышно, откуда идет конница, даже если приложить ухо к земле. Но говорить о том, что это именно музыкальное искусство, даже что это военная музыка, как-то не представляется возможным. Приведу вам в пример звонок, входной звонок на ваши двери. Ну, вы же не будете считать это музыкой. Хотя, допустим, вот у меня звонок на двери представляет собой просто отдельную пластинку от колокольчика, от инструмента компанелли, да, и по нему ударяет молоточек, таким образом воспроизводит абсолютно такой же звук, как на музыкальном инструменте. Но, тем не менее, на музыкальном инструменте этот звук является музыкой, да, а когда мне кто-то звонит в дверь, это является всего лишь сигналом. То есть, в данном случае нужно понимать, что это тоже не музыка. Да, это может быть то, что предшествовало появлению собственно европейского композиторского музыкального искусства, но им ни в коей мере не являлось. Что касательно музыкальной традиции в фольклоре, это наиболее, так скажем, интересно, наиболее часто приводят именно фольклорные музыкальные составляющие в качестве контраргумента, а на самом деле контраргумент это плохой. Дело в том, что в фольклор музыкальное вплавляется как очень важная составляющая, но она никогда не является там самостоятельной единицей. Ну, представьте себе, что есть, допустим, колыбельная. У нее нету формы. Колыбельная зависима полностью от контекста. Она полностью включена в это, в котором она возникает и существует. Колыбельную поют до тех пор, пока ребенок не уснет. У нее может быть тысяча повторов, тысяча куплетов. Она не по музыкальной логике выстраивается ее форма, а по логике совершенно конкретного практического события, то есть засыпания дитя. То же самое можно сказать о рабочих песнях. А поверьте, никто не будет вам допивать песню до последнего куплета, когда работа уже закончена. То есть это просто нечто, что помогает синхронизировать труд большого количества мужчин в одновременности. опять же здесь музыкальная составляющая наличествует безусловно, но говорить о том, что трудовые песни это именно музыка, простите, нет. Музыкальная составляющая является важной частью трудовых песен и не более того. То же самое можно сказать и о плачах, о погребальном обряде. Даже в современных, уже совсем зашоренных так скажем современной культурой выхолощенных деревнях еще находятся такие бабушки, которые не будут вам на пленку, на запись петь похоронные песни, похоронные обряды. То есть похоронный обряд является частью похоронок. Он немыслим, он не может быть воспроизведен вне самих похорон. Таким образом, музыкальное искусство всегда являлось частью чего-то большего, чем просто музыкальной формы как таковой. Ну, естественно, похожую роль музыкальное искусство выполняло и в античном театре. Как известно, античная драма, античный театр это музыкальный театр, там было очень много музыки, к сожалению, она почти не сохранилась. Но, тем не менее, понятно, что там музыка была частью сценического действия и нормировалась самим действием, была связана с одной стороны с спецификой ораторской патетической речи, с другой стороны с синхронным воспроизведением хора, как в трудовых песнях, допустим. Так что, до 12 века то, что мы имеем дело с не просто с чем-то похожим на современную музыку, а с чем-то весьма отличающимся от нее. Просто мы игнорируем эти отличия, потому что не хотим их видеть, потому что хотим видеть в любой музыке то, к чему мы привыкли. Да, безусловно, и до 12 века можно найти некие редкие исключения из этого правила, но именно они будут действовать на правах исключений, а не как на правах правил. С середины же 12 столетия появляется принципиально иной вид музыки, это собственно европейское композиторское искусство. с фиксированной в виде нотного текста музыкальной формой, с выписанным ритмом и с выписанной звуковысотностью. Ну, собственно, европейское композиторское искусство или классическая музыка в европейском понимании этого слова это искусство композиции. То есть та музыка, к которой мы в той или иной степени привыкли, к которой даже искусство импровизации вытекает из искусства композиции, а не наоборот. И композиция это прежде всего форма. Слово композиция означает составление целого из частей. Это, как говорит словарь, предметное воплощение музыки в виде выработанного и завершенного в себе музыкального произведения. В большинстве современных европейских языков для авторской музыки используется слово композиция. В чешском это складьба. И, как вы понимаете, само слово композиция может применяться и вне музыкального контекста. Везде оно означает архитектонику. Оно означает форму ее проживания, ее выстраивания, ее акценты и ее так скажем смызлообразующие элементы выстроены в единое целое. Так вот, именно такой тип музыки сложился тогда, когда она вырвалась наконец-то из-под диктатуры сопутствующих ей практик. Культа, слова, фольклора и так далее. В средние века это прежде всего, конечно, для профессиональной музыки была необходимость вырваться за пределы культа и за пределы слова. Причем за пределы культа можно было вырваться и не выходя из этого культа, а вырваться за пределы культового слова прежде всего. И на протяжении всех веков христианства вплоть до 12 столетия там господствуют различные типы хорового письма, различные хоралы. Ну, наиболее известный это григорианские хоралы. В России его аналогом было знаменная пение. По сути, что есть григорианика, по сути, что есть григорианский хорал, который предшествовал композиторскому искусству, это некая форма мелодизации текста как такового. То есть, там не было выписано ритма и сам по себе стих, да, это в основном это были псалмы, псалмы переведены на латинский язык, как вы знаете, прозаический, они не, соответственно, не являются поэтическим переводом. Соответственно, вот из-за этого форма этих григорианских хоралов достаточно аморно, в них все время что-то несинхронные остановки происходят, да случайные стахастические некие остановки, то идет какое-то восхождение, какое-то минимальное нисхождение, и все оно завязано на самом тексте. Если в тексте по смыслу происходит некая запятая, значит, это чуть более долгая нота. Если в тексте по смыслу точка некая, то это будет очень долгий тон, который с протяженностью своей отделит все предшествующего от последующего. По большому счету, протяженность любого хорала христианского была примерно аналогична медленному и выразительному чтению этого же самого отрезка текста, на который был написан этот хорал. Таким образом, Библия, как метанарратив, господство текста полностью над ним давлела. Но в школе Ноттердам в середине XII века, даже, так скажем, уже ближе к концу XII века, появляется музыка совершенно на иных законах основанная. Музыка, основанная на законах самой музыкальной композиции. И здесь ключевым автором, которому условно можно приписать рождение композиторского музыкального искусства, был Пиратин Великий. Условная дата рождения 1160-й и условная дата смерти 1230-й. Зато совершенно неусловные даты двух его важнейших композиций, это 1198- 99-й годы. Пиратин Великий вошел в историю как создатель двух квадруплей, то есть первых в истории четырехголосных композиций, форма с разветвленным многоголосием, которая стала возможна из-за появления выписанного ритма. Так вот, в чем уникальность, в чем революционность этого слома? Почему все, что до этого это было музыкальное, а спиратина Великого с конца 12-го века стала первой музыкальной практикой? Потому что самое его известное сочинение «Гидрунт омнис», то есть «И все народы видят славу его», он заимствует всего шесть строк из псалма. Всего шесть каких-то строк. Казалось бы, тогда эта композиция должна звучать, ну, в лучшем случае, минуту. Но эта композиция звучит примерно 13 минут, и сам слог первый «Ви» распевается почти минуту. Да, слово растягивается «Видрунт» на огромное количество времени. Таким образом, это первая в истории композиция, которая заявляет именно об искусстве композиции, об искусстве, где ключевую и важнейшую роль в построении формообразования играет именно музыка, а не текст. Она может интерпретировать текст, но она доминирует, а не какие-то другие второстепенные факторы. А другой его квадрупполь «Сидорун Принципес» на «Восядут князи». Я вам просто зачитаю сейчас текст, который там использован. И вот мы посмотрим, за сколько я его прочту, а композиция идет больше 10 минут. И вы сравните, насколько музыкальная форма низвергла диктат текста. Зачитываю тот фрагмент, на который написан этот квадрупполь пиротина. «Восседают князи, собираются против меня, замышляют неправедно, на меня ополчились. Пособи мне, о Господи, Боже мой, упаси меня, сотвори по великой твоей милости». То есть, ну, меньше, чем за минуту я это прочел, да, таким образом пиротин наполняет музыкой этот текст и увеличивает его в 10 раз, то есть на порядок. Более того, текста этого там уже фактически не слышно, потому что он растягивается на огромные длительные построения. Вот это и есть первый триумф музыкального искусства. И пользуясь терминологией Джованни Марии Артузи в его полемике с Клаудио Монтеверди, я назвал этот период музыки, который начался со школы Ноттердам, периодом первой музыкальной практики. И этот период длился на протяжении четырех сотен лет. Менялись стили, менялась эстетика, но сохранялись некие общие принципы, которые объединяли этот тип искусства. И это была отдельная музыка. Та музыка, которая начала свое существование в 12 веке и закончила на рубеже 16-17, когда творили Монтеверди и Джованни Габриэли. Кстати, любопытный момент. Собственно, автор термина первая музыкальная практика Джованни Мария Артузи в 1600 году выпускает трактат о несовершенствах современной музыки. Ничего не напоминает. На протяжении 16-17 века идут жуткие батлы на тему упадка кризиса современного музыкального искусства, но такие же, как и сейчас, а потому что там тоже менялась одна практика на другую, первая на вторую. И в ответ на название трактата Артузи о несовершенствах современной музыки в предисловии к своей пятой книге Мадригалов Клаудио Монтеверди называет «вторая практика или совершенство современной музыки». Так обозначая свое музыкальное искусство. То же самое мы можем встретить сейчас. В среде профессионалов, которые действительно погружены в современное классическое искусство, они видят триумф, они видят изобилие, они видят совершенство и превосходство над всей предшествующей музыкальной традицией, в то время как несогласные, каким был Артузи в свое время, видят лишь несовершенство и упадок. Понятно, что термины первая и вторая практики, которые использовали Артузи и Монтеверди, наделялись тогда совершенно иным смыслом, чем тот, который я вкладываю в них сейчас. А для меня лишь важно то, что первая практика сменила вторую именно тогда, когда творил Клаудио Монтеверди. Под первой практикой, напомню, я понимаю музыкальное искусство с конца XII по середину XVI века, под второй практикой музыкальное искусство с середины XVI века где-то до середины XX столетия. Отчасти она существует и по сей день, и мы ее можем по-прежнему слышать и видеть. В первой практике эстетическим идеалом был контрапункт многоголосие, основанное на ладовом и тональном мышлении. То есть на ладовом нетональном мышлении. То есть тональность тогда как раз не воспринималась, воспринималась исключительно ладовость. Первую практику во времена Монтеверди трактовали как искусство ренессансного контрапункта. То есть то искусство, которое мы сейчас называем франко-фламандская полифоническая школа. Вторая же практика была основана на более внимательном отношении к тексту, на доминировании мелодии над аккомпанементом, на тональных гармонических основаниях. То есть во времена Монтеверди создателем второй практики именовался Киприан де Роре. То есть автор создавший свои ключевые сочинения в середине шестнадцатого столетия. Так что одна практика первая и вторая накладывалась друг на друга и сосуществовала более чем в столетии. И конечно многими тогда это считалось и именовалось кризисом в музыкальном искусстве. Очень напоминает современную ситуацию, когда мы тоже попадаем на пересечение двух различных музыкальных практик. Не путать практики с музыкальными стилями. Стили происходят внутри практик. Стили взаимо обоснованы. Стили могут отрицать друг друга, включать в себя друг друга. Практика же это нечто совершенно отличное. Эта практика основана на том, что у нее отличий между предшествующим и последующим больше, чем сходств. Но вернемся еще раз назад во времени и посмотрим, чем же характеризовалась первая музыкальная практика в моем расширенном понимании слова, то есть музыка с середины, с конца 12-го до середины 16-го столетия. Здесь стоит обратиться к очень рассмотрению важного момента такого. Большая просьба в начале лекции всем говорил не задавать вопросы, пока я читаю лекцию. В конце лекции вы можете сколько угодно вопросов задавать. соответственно мы должны рассмотреть с вами очень важный момент. Момент связанный с слуховым восприятием. Дело в том, что мы часто путаем слух и слуховое восприятие, так же как зрение и зрительное восприятие. И если собственно слух как таковой у нас мало чем отличается от развитых гоминид, то слуховое восприятие на самом деле в течение веков достаточно разительно модулировало, так же как модулировало и зрительное восприятие. о зрительном восприятии написано большое количество литературы. Это и всем известные работы Мишеля Пустуруа, и можно там на самом деле перечислять до бесконечности. О модуляциях слухового восприятия, к сожалению, сохранилось несоизмеримо меньше источников, на которых можно было выстроить аргументированно свою концепцию. Но тем не менее я попытаюсь вам представить свое некое гипотетическое видение этой модуляции. Дело в том, что слух изначально у человека есть не потому, чтобы он наслаждался красотами Малеровской симфонии, а слух есть у человека для того, чтобы его не скушали звери в лесу, чтобы не попасться хищникам. То есть слух как средство превентивной защиты над и соответственно изначально чем более дифференцированный, чем более утонченный у человека слух, тем в большей степени повышаются его шансы на выживание в дикой природе. Если он сумеет отличить звук потрескивающего костра от крадущих от когтей стучащих крадущегося хищника, он выживет и соответственно сумеет передать свои гены будущему поколению. Если эти звуки у него сольются в некий единый шум, то он не выживет и свой тлетворный ген с таким неудачным слуховым восприятием не передаст. Соответственно, то, что до 12 века люди слышали иначе, чем мы это слышим сейчас, исходя из предложенной мной аргументации, это, в общем-то, очевидно. И начиная с 12 века, почему делается такой акцент на полифоническом искусстве? Потому что человек постепенно обживается в городах, из городов все больше и больше изгоняют хищников, то есть человеку ночью действительно уже ничего уж так сильно страшно не угрожает, уже не может прийти тот самый серенький волчок и укусить зубочок, и, соответственно, ресурс мозга, который на самом деле на этот самый слух, судя по всему, тратил огромное количество глюкозы, постепенно меняется его тактика, да, понятно, что не может быть так, что просто у вас что-то отключится, да, что вы начнете слышать хуже, нет, так ничего не происходит, и оно не как в электронике, мы можем просто что-то заменить, убрать, в психологии все меняется на некие комплексные решения, но это, в общем-то, известно, исходя из учения людей глухих и слепых, да, как они пытаются воспринимать мир. Так и вот, когда люди обжились в городах, когда не было уже столь долгой и столь постоянной необходимости в дифференцированном слухе, появляется интервальный слух, слух, когда некие две одновременно взятые ноты воспринимаются как некое единство. Именно на подобной модели, судя по всему, и было выстроено искусство первой практики. Этому есть косвенные подтверждения, да, во-первых, вся первая практика была основана на выстраивании интервалов, теоретиками того времени обсуждалось именно интервальное письмо, и, что любопытно, главный музыкальный материал располагался не в верхнем голосе, как мы это привыкли, а в голосе наиболее приближенном к речи, то есть в среднем, то есть в теноре. Ну, из архаических примеров того, когда люди действительно воспринимали прям совсем все дифференцировано, есть такие матеты 13 века, можно их сказать, что это некие рудименты до практической музыки в контексте уже первой практики, они, интерес этих матетов представляет в том, что одновременно могли звучать две или три известные популярные мелодии. Но представьте себе, что вы бы сейчас, чтобы отдохнуть, включили бы себе сразу же там три канала с любимыми вашими песнями, где бы они рандомно звучали, но непоследовательно, одновременно три. Ну, для вас бы это была бы как афония, вы бы не смогли их воспринимать, почему? Потому что они у вас всегда будут интегрироваться и сливаться в некие качества несогласованности. Для человека с дифференцированным слухом проблемы никакой. Он одновременно слышит три разные песни, они у него никак между собой не пересекаются. То есть подобная традиция, просуществовавшая только в 13 веке, то есть только на самом раннем периоде первой музыкальной практики, по сути показывает, от чего переходил в слухи, в слуховом восприятии переход. От единой ноты, восприятия всего как отдельных точек, к интеграции в интервал. Поэтому вся первая практика, все первое искусство первой практики основано на многоголосии, на выстраивании от каждого голоса этих самых интервалов. Соответственно, искусство второй практики, наиболее вам понятно, ибо это то, чему учат по-прежнему во всех высших учебных заведениях, это искусство, основанное на гармонии. Следующий виток слуховой интеграции, еще большая часть музыкального материала объединяется во единое целое, и люди начинают слышать сразу же целые созвучия, как некую краску. Таким образом, не отдельные ноты слышат в аккорде трех- или четырехголосном, а единую краску аккорд становится точкой. Была нота, потом интервал, потом аккорд. Но не буду забегать вперед. Еще одним очень важной одной характеристикой первой музыкальной практики является преобладание этической составляющей в искусстве над эстетической. Об этом, кстати, писал и Монте-Верди, точнее, братья Монте-Верди, ибо в полемику они с Артузи включились оба. Начиная примерно с 14-го столетия, все более и музыка связывается с христианским мистицизмом и алхимией. Появляется такое явление, как Кантус Фирмус, который заимствуется очень часто из популярных песенок, и на эти популярные песенки пишется не что-нибудь, месса. Но парадокс в том, что для того, чтобы написать мессу из популярной песенки, зачастую фривольного содержания, нужно эту песенку разложить на составляющие, довести до состояния материя прима, чтобы эта песня не была слышна. Но пересоздать из этой песни все голоса таким образом, чтобы песня слышна не была, но тем не менее все голоса вместе были выведены из этой фривольной песенки. Таким образом, мы видим абсолютно действующий принцип балхимического опуса, то есть перевод свинца в золото, то есть перевод чего-то самого низкого для религиозной культуры, самым низким были фривольные песенки, естественно, в нечто самое высокое. В данном случае самым высоким для культуры того времени безусловно являлся жанр мессы. Таким образом, автор по сути как бы как в Каббале сказано, каббалистические методы, когда каббалистические идеи уже тогда начинают распространяться в Европе, как бы помогает божеству в сотворении мира, в доведении мира до наиболее совершенного состояния. То есть там действуют уже этические принципы, а не эстетические. Кстати, было много действительно композиторов алхимиков. Одним из самых известных был Михаэль Майерна. Вы можете даже приобрести русскоязычную версию его «Убегающие таланты», к которой прилагаются и стихи, и нотный текст, и компакт диск с озвученными эти музыкальные произведениями, где каждый голос этой музыкальной композиции является серой ртутью и солью. Их взаимодействие. То есть, по сути, в музыкальных месах могли быть зашифрованы алхимические или те или иные мистические идеи. Вот чем характеризуется искусство первой музыкальной практики. И я бы даже сказал, что ключевым фактором здесь является господство иного слухового восприятия. То есть, эту музыку сейчас мы услышать так, как ее слышали современники, мы не сможем никогда. А второй элемент, тот, который мы можем отметить и понять, это господство этической доминанты над доминанты эстетической. Кстати, именно суда метили братья Монтеверти, называя свои сочинения шутками. Шутка, отсылающая к гре, как бы низвергает начало этическое, отдаваясь началу исключительно эстетическому. Но самое, наверное, интересное то, что все, что проделывал автор первой практики, на слух определить было нельзя никак. То есть вы не сможете по самому звучанию понять, эта музыка посвящена трагедии распятия Христа или радости Рождества. То есть то, почему это именно распятие или Рождество, можно понять, лишь анализируя сам нотный текст этого произведения. Но нотный текст, собственно, партитура этих сочинений тогда не издавался. Таким образом, никто не мог оценить полностью и понять это музыкальное искусство. Музыкальное искусство по сути приравнивалось к нековой божественной инстанции. Понять мистерию Святой Троицы тоже было невозможно, однако к ней можно было прикоснуться, придя на Таинство Месси. То же самое и здесь. Мы сейчас, конечно, анализируя по нотам, можем понять, какими приемами пользовались авторы, зачастую сложнейшими, зачастую математическими, чтобы показать, что вот это там Амеса посвящена Пятидесятнице, а вот это там Рождеству Христа, это там Сретенью, но на самом деле на слух это звучит все примерно одинаково. То есть Истусство было замкнуто само в себе, оно ставило не эстетическую, прежде всего этическую задачу, задачу помощи Божеству в сотворении более совершенного мира. Если автору это удалось сделать в партитуре, вне зависимости от того, поймет это кто-то или нет, люди просто прикасаясь к этой мессе, когда она звучит в храме, как бы становились лучше. По крайней мере, так это считалось. Вторая практика совершенно оппозитна этому. Собственно, вторую практику вам и объяснять особенно не нужно, так как все, что проходит в музыкальных вузах, все, что люди обычно считают классическим музыкальным искусством, это, собственно, и есть вторая практика. Прошу обратить внимание, не случайно 99% репертуаров филармоний и оперных театров составляет музыка именно второй практики. В первую практику почти никогда не заглядывают, потому что нам кажется, ну, так скажем, среднестатистическому субъекту кажется, что это какая-то недомузыка, что это некая архаика, некая предтеча собственно музыкального искусства, при том, что на самом деле, когда мы говорим о музыке первой практики, мы говорим о ином типе музыкального искусства в принципе. Он называется тоже музыкой, но на самом деле это просто другой вид искусства. И отличается от той музыки, которую я называю музыкой второй практики, так же, как живопись отличается от архитектуры, допустим. И собственно, начиная с Клаудио Монтеверфи и до Шостаковича и Сверидова, да и до многих авторов, кто по-прежнему продолжает в ней писать, вторая практика доминировала. Вторая практика основана на иные интегративные возможности слуха, на возможность объединять большое количество звуков в акворт. Поначалу это было установление мелодии и гармонии, гармонического сопровождения, а постепенно эта гармония все более и более усложнялась, доходила уже в конце эпохи романтизма до сложнейших созвучий, и тем не менее все это лишь смены стилей внутри одной и той же модели, да, то есть несмотря на то, что разница между музыкой Клаудио Монтеверди и там Рихардом Вагдаром достаточно значительная, тем не менее все это одна музыкальная традиция, они работали в одном виде искусства, который обычно расширительно и называют музыкой. И именно здесь покроется основная причина, почему музыканты профессионалы так рьяно отрицают современное музыкальное искусство, потому что они всю жизнь воспитывались на музыке только второй музыкальной практики и естественно для них вторая музыкальная практика и есть синоним музыки. И когда такой музыкант слушает музыку Пьера Булеза или Хельмута Лахенмана или музыку какого-нибудь молодого современного композитора и говорит, что это не музыка, в каком-то смысле он прав. Это не музыка второй практики, а он привык отождествлять музыку второй практики со словом музыка в принципе. И вот мы уже почти подходим к решению собственно той проблемы ключевой, которую я в начале лекции обозначил. Что собственно происходит в современном искусстве, но уже все догадались о том, что мы попали в зону третьей музыкальной практики. Со всей очевидностью третья музыкальная практика начинает свою экспансию в послевоенный период. Здесь обязательно нужно назвать фигуру Пьера Булеза, я не случайно назвал свой проект Булез-Лекбез, при том, что на самом деле мой проект посвящен не Пьеру Булезу, а современной музыке в целом. Вот где-то со второй фортепианной сонаты Пьера Булеза, это 47-й год, со второго из четырех ритмических этюдов Оливье Мессиана, это 49-й год, и начинается собственно третья практика. Да, у нее были свои предтечи, которые ее готовили, Арнольд Чомберг, Антон фон Беберн, Чарльз Айвс, Игорь Федорович Стравинский, возможно, даже отчасти Ян Сибелиус и Клод Дебюси, да, совсем такие фигуры, явно второпрактические, тем не менее, готовящие нечто новое. И, как вы уже поняли, если слуховое восприятие человека постепенно движется от максимально дифференцированного восприятия в дикой природе к постоянной все большей и большей интегративности в условиях культурного сообщества, то что может быть больше, чем аккорд. Сначала была нота, потом интервал, потом аккорд. Что может быть больше, аккорд? На чем основана третья практика? Третья практика основана на новом измерении, которое условно получило наименование события. События это некий блок, комплекс музыкальных, то есть тоновых составляющих, которые являются неделимыми по сути. Не знаю, попробую вам изобразить что-то, не знаю, насколько это будет слышно, чтобы здесь все не повалить. Допустим, аккорд все равно используется единовременно. Понятно, что такое аккорд. это вот так вот. А событие может длиться во времени и тем не менее является неделимой точкой, как некогда была одна единственная нота. ну, допустим. Педаль у меня уехала, без педали играть это неудобно, ну ладно. То есть вы поняли, что это нечто длящееся во времени. Событие может также включать в себя жест. то есть представьте себе такую картину, что музыкант играет как бы перед вами что-то и вы видите, как его жест совпадает с тем, что звучит. Но на самом деле это не этот музыкант играет, да, вы слышите звук из колонок, где играет один музыкант, а этот музыкант просто имитирует игру другого. И в какой-то момент жест начинает радикально расходиться с тем, что вы слышите, что звучит. Например, здесь музыкант берет очень тихо какую-то ноту, и вам кажется, что должен быть очень мягкий и нежный звук, а вы слышите какой-то резкий, очень громкий звук, совершенно иной. И в этот момент вас выбивает совершенно новый уровень. То есть жест тоже включается в категорию измерения события. То есть получается музыка выходит за пределы и только звукового искусства. Еще начиная с поздних идей Скрябина, соотнесения музыки и различных форм визуального восприятия, то есть различные цвета в его Прометее, вот это немножко туда. То есть событие является неделимой точкой. Таким образом, когда многие утверждают, что современное музыкальное искусство диссонансно, это абсурдное определение, потому что диссонанса не может быть в унисоне. А то, что вот я вам играл, ну там, не знаю, допустим. Это одно, это одна нота, как бы растянутая во времени, да, как бы рассмотренная под микроскопом, и ее нельзя анализировать с точки зрения гармонии, ее нужно схватить, да, таким образом, для мышления событийного требуется временное измерение. Там нота, интервал и аккорд, это все были срезы, да, но если пользоваться знаменитым делезовским разделением на потоки и срезы, да, это все были срезы. Здесь это уже скорее приближено к некому потоку, либо к диагональному срезу, да, срезу, который захватывает временную категорию. Таким образом, это совершенно иной тип искусства, потому что домузыкальная практика оперировала тоном, нотой, да, дифференцированным звучанием каждого отдельного тона. А первая практика работала с интервалом, да, вторая практика работала с аккордом, третья практика работает с событием, то есть это совершенно разные типы искусства в принципе, потому что они работают с разным материалом, хотя и весь этот материал безусловно материал звучащий. И здесь железно работает логика, некогда введенная еще Луи Альтюсером, да, что не бывает перехода от детерминации к ослаблению этой детерминации, да, от детерминации мы можем перейти только к сверх детерминации, то есть не может быть никаких упрощений. И когда мне удалось вывести эту логику, историческую логику, соответственно, как вы понимаете, мое инструментальное допущение, моя гипотеза обладает и профитическим значением, да, то есть она способна прогнозировать, какой будет когда-нибудь четвертая музыкальная практика. Мы не сможем сказать точно какой, но мы сможем сказать, что она пойдет на еще большее объединение визуальных, тактильных, возможно, обонятельных элементов сопряженных со слуховыми. И, соответственно, подобно, если как бы вы хотите прочувствовать на себе все вот подобные переходы, когда на самом деле, как нам кажется, наименование сохраняется феномен, и кажется, что и феномен один и тот же. Ну, вот вы видите на мне, допустим, майку, футболку частично синего цвета. Но, если вы обратитесь к книге, в общем-то, уже ставшей классической, да, книга, сейчас поймаем, как она будет, вот, книга Мишеля Пустуро «Синий», то вы поймете, что на самом деле вообще синий цвет появился в европейской культуре как осознаваемый цвет примерно в то же самое время, что и появилось композиторское музыкальное искусство, то есть в 12 веке. Очень важный век для европейской культуры в принципе. То есть, допустим, для греческой культуры синий цвет это отсутствующий цвет, он ничего не обозначает, да, соответственно, ничего не мешало назвать тени предмет красный. Это не значит, что они хуже, чем мы видели. В этом смысле анализ Мишеля Пустуро различных практик изучения радуги, он, конечно, потрясает. То есть, люди там на протяжении веков смотрели на радугу, более того, не обычные люди, ученые, изучающие радугу и описывали в ней совершенно разные цвета. Отлично понимаем, что цвета в радуге не менялись с течением времени. Мы понимаем, что менялось зрительное восприятие и менялось радикальнейшим образом. Так что, так как все мы в той или иной степени больше визуалы, чем аудиалы, даже композиторы, то многотомник Пастуро, посвященный различным цветам, может быть хорошим подспорьем и аргументом в понимании того, что я вам предлагаю. Потому что для того, чтобы понять, как это происходило в музыкальном искусстве, простите, придется не книжки читать, а копать огромное количество музыкального материала, а в книжках идти скорее против. течения, потому что по-прежнему одной из доминирующих моделей является вторая музыкальная практика, для которой она и есть музыка. Все, что было до нее, это то, что ее готовило, а все, что после нее, это упадок ее. Именно так оно ей и рассматривается, что, в общем-то, вполне логично. Но если мы понимаем, что на самом деле все немножко иначе, что в культуре достаточно часто одно наименование имеют различные практики, хронологически сменяющие друг друга, то мы понимаем, что на самом деле мы попали не в кризисную эпоху, а в самую лучшую. В период беспрецедентного расцвета, более того, в период совершенно потрясающий, потому что только сейчас мы способны воспринимать как искусство второй практики нормально, то есть так же, как его воспринимают второпрактические авторы, так и научиться воспринять искусство третьей практики. Как только установится окончательно третья практика, доступ к искусству второй практики на основаниях второй практики будет закрыт, о чем отлично свидетельствует музыка первой практики. Мы не можем слушать ее интервально. Мы хотим этого или не хотим, навязываем ей принципы интегративности, которые свойственны нашему слуху. В то время, когда она создавалась, этих принципов еще просто не существовало. Так что, в общем-то, мы живем не в кризисную эпоху, а в эпоху смены двух практик. А смены этих самых практик, как показывают исторические аналоги, занимают достаточно длительное количество времени, примерно 100-150 лет. Ну, если опять же считать Киприана Дерроре основателем второй практики, а последние авторы, работавшие в первой практике, умерли где-то в конце 17 века, даже такие были в Португалии, в Испании. Соответственно, ну вот примерно 150 лет на смену этих практик ушло. Сейчас происходит то же самое. Если условно за отправную точку взять, да, 45-46 годы, то, ну вот, примерно половина этой смены прошла. То есть, по сути, мы находимся точно в середине смены одной музыкальной практики на другую. И тогда понятно, почему это не тянет на кризис, да, почему он такой длительный, почему он затянувшийся, но почему он очень похож на кризис, да, почему его хотят охарактеризовать как упадок, потому что с точки зрения уходящего искусства, то, что происходит в новом типе искусства, это полный упадок. Потому что с точки зрения той системы, эта система абсолютно несостоятельна, потому что она держится абсолютно на иных основаниях. Ее нельзя оценить с точки зрения предшествующей системы от слова «никак». И мы с вами наблюдали, как выдающийся теоретик рубежа 16-18 века Артузи пишет то же самое о несовершенстве современной музыки, да, о кризисе, о том, какой кошмар происходит в музыке, да, что вот музыка полифоническая, музыка первой практики, это настоящая музыка. Вот она приходит в упадок, и появились всякие тут Монтеверди, всякие оперы начали писать, и пришел к музыке конец. То есть абсолютная параллель с тем, что происходит в современной нам музыкальной реальности. Если же говорить на чистоту, если говорить как автор, как композитор, как человек, который всю свою жизнь посвятил музыкальному искусству и интересуется им постоянно, то я могу сказать, что сейчас просто беспрецедентный расцвет музыкального искусства. Я не знаю ни одну другую эпоху, когда бы количество профессиональных, выдающихся, я не побоюсь этого слова, великих композиторов было бы столь же большое, каким оно является сейчас. И это, в общем-то, логично, это закономерно, постепенно растет уровень образованности населения. Раньше кто-то, обладая даже колоссальным талантом, мог не иметь никакой возможности пробиться, чтобы получить обучение, образование и стать композитором. Ну и не будем забывать тот фактор, что людей на планете стало несоизмеримо больше, а, соответственно, стало больше и композиторов. И сейчас мы живем в эпоху просто сказки, расцвета классической академической современной музыки, где список великих имен может занимать фолиант, множество страниц. И это потрясающе, но столь же потрясающе и то, что, несмотря на такое изобилие, разнообразие и мастерство этих авторов, как раз профессиональное, в основном, музыкальное сообщество, отбито от них приверженностью к второй музыкальной практике, ибо на этом они учились. Более того, именно этому по-прежнему преимущественно учат и сейчас. Я делаю все возможное в тех вузах, где преподаю, чтобы это было хотя бы немного иначе. Да, я читаю курсы именно по современному музыкальному искусству, историю музыки преподаю иначе, чем преподают ее по учебникам, утвержденным стандартным. Но, тем не менее, на протяжении еще какого-то количества времени сопротивление со стороны второй практики будет достаточно значительным. Хотя за последние 20 лет и видны существенные изменения в сторону третьей практики. Она постепенно начинает признаваться, она постепенно начинает включать в себя все больше и больше интересующихся профессионалов. Что касательно непрофессионального сообщества музыкального, то те, конечно, кто не способны мыслить критически, те подпадут под рекламу, те подпадут под распространение того, что популяризируется через масс-медиа, то, на чем делаются, в общем-то, деньги. Там это всего лишь продукты, не более того. Но любая музыка, которая звучит постоянно и окружает вас везде, в любых количествах, так или иначе начнет у вас ассоциироваться с теми эмоциями, которые вы переживаете в своей жизни вне зависимости от этой музыки. И, соответственно, у вас с этой музыкой создастся связка, она включится в важный для вас амплификационный ряд, и, соответственно, она станет частью вашей жизни. На это, в общем-то, и рассчитана бесконечная трансляция этой коммерческой музыки в проплаченных этих рейтингах и так далее. Но что касательно, собственно, профессионального сообщества и интеллектуально образованных, самостоятельно мыслящих людей, то здесь постоянно, постепенно происходят сдвиги все больше и больше в сторону музыки третьей практики. Прошу обратить внимание, что я не призываю вас всех кинуться сразу и начать слушать исключительно там Хельмута Лахенмана или там Александра Хубеева. Я лишь хочу показать, что только человек, который сейчас научился слушать музыку третьей практики, наконец-то сможет открыть для себя иное измерение в пространстве музыки второй практики. Это наиболее интересно, когда ваш слух заточен уже на интегративность третьей практического типа, и вы слушаете музыку старинную. Я очень много слушаю музыки ежедневно, да, для меня это, в общем-то, часть моей жизни. И я слушаю разную музыку от 12-го столетия до только что написанной. И вы знаете, когда слух хорошо заточен на музыку новую, на музыку третьей практики, безусловно, воспринимается старинная музыка уже совсем по-другому. Я не могу сказать, что она воспринимается плохо. Это не значит, что ее так автор и замысливал в себе, но она воспринимается как нечто очень интересное, яркое и самодостаточное. Так что, чтобы начать воспринимать такую музыку, как говорил классик английской литературы Томас де Квинси, нужно себя хорошо приуготовить. Понимаете, музыка, она не должна вас развлекать. Она даже не должна вам нравиться поначалу, как таковая. Это вы должны приуготовить себя к ней, открыться для нее, чтобы она могла помочь вам приобщиться к новым горизонтам, чтобы вы через нее смогли перешагнуть через порог. И завершить свое выступление хотел бы одним маленьким анекдотом, старым анекдотом о Джоконде, которая висит в Лубре, и о незатейливом, незадачливом посетителе, который наконец-то выбрался туда, осмотрел долго на творение Леонардо и говорит, вы знаете, что-то оно мне не нравится. На что ему смотритель сказал. Знаете, она уже здесь так давно висит, что она сама выбирает, кому нравится, кому нет. И вот то же самое можно сказать и о музыкальном искусстве в целом. А музыкальное искусство, даже относительно молодое, то есть искусство третьей практики, оно настолько больше, чем мы, оно настолько больше, чем даже автор его создающий, что оно само выбирает, да, открыться для кого-то или нет. А мы должны сделать все возможное, чтобы оно выбрало нас, и мы смогли для него найти ключи, чтобы через него постигать новый горизонт. Я со своей стороны приглашаю всех вас, соответственно, слушать мои лекции интеллектуального проекта «Булес Ликбез». Все лекции проекта «Булес Ликбез» есть в сети, на моем официальном канале. Они бесплатные. Встречи «Булес Ликбеза» тоже бесплатные, правда, в контексте современной пандемии их давно уже не было, но надеюсь, что скоро ситуация изменится, и встречи эти возобновятся. Также у меня есть целый блок курсов, лекций по современной эстетике, где я анализирую проблемы цвета и проблемы новых эстетических категорий для Института журналистики. Я это делал. Тоже вы можете найти это все в плейлистах на моем официальном канале. Ну и проблему, которую я сегодня здесь поднимал, немножко в другом ракурсе, я буду рассматривать. Вы проекте «Успеть за 4.33», который выйдет со мной от Союза композиторов России буквально на стыке января-февраля. Так что вот где-то через пару недель на сайте Союза композиторов будет со мной лекция небольшая, крошечная, за 4.33 минуты нужно всего успеть сказать на эту тему. Что же касательно некоторых вопросов по поводу Мартынова и так далее, есть замечательный альтернативный проект к Мартынову «Начало времени композиторов», проект Настасьи Хрущевой. Соответственно, в этом проекте тоже есть интервью со мной, есть материал на сайте Союза композиторов. Так что есть не только конец времени композиторов. Для кого-то наступает конец, а для кого-то наступает начало. Так что мы с вами находимся в вечной середине времени композиторов. Итак, у нас, соответственно, осталось некоторое время на вопросы. Вот сейчас я готов с вами побеседовать. Да, мы, получается, скоро будем завершать лекцию. Огромное спасибо Григорию Сергеевичу за неё, за то, что пришли. Ждём вас, нас также. И, получается, слушатели могут задавать вопросы. Я читаю вопрос, соответственно, вот от Деррида, как академический авангард, свойственная додекофония, тональность. Соответственно, ну, во-первых, додекофония всё-таки не может быть определена как постмодернизм, ибо она есть универсальное письмо. То есть, соответственно, додекофонное письмо есть аналог интернационального стиля в архитектуре. То есть, это модернизм. Да, это модернистическое письмо. И, в общем-то, мы знаем, что интернациональный стиль в архитектуре просуществовал достаточно долго, да, до 60-х, 70-х годов, даже 20-го века. Примерно до этого же времени дожила и строгая додекофония. Да, отчасти, если говорить о Шонберге и Веберне, это при кече третьей музыкальной практики. Если говорить о Булезе, Бараке, Нонаштагаузе, то это, соответственно, третья музыкальная практика. В чем ее ключевое отличие от предшествующей музыки? Когда вы слушаете музыку второй музыкальной практики, то на слух, если он у вас музыкальный и отработанный, вы можете точно понять, как она сделана. Когда вы слушаете музыку третьей практики, то на слух вы не можете понять, как она сделана. И, собственно, музыка не столько додекофонная, сколько музыка сериалистическая. Я вам называл специально именно сериалистические произведения в качестве начала третьей практики. То есть Пьер Булез, вторая фортепианная соната, Ле Оливье Мессиан, четыре этнических этюда, второй этюд. Это произведение, где в серию превращено все. И длительности, и интонация, и ритм, и тембр. Это фортепиано сочинение, если речь шла бы о сочинениях оркестровых, там бы был еще тембр, артикуляция и так далее. И, по сути, когда автор создает этот некий машинный код этой пьесы, далее пьеса как бы разворачивается по принципу скатерти-самобранки. И когда мы слушаем саму пьесу, пьесу третьей практики, зачастую мы никаким образом не можем понять, как она технически сделана, ибо машинный код в ней не выкладывается. Таким образом, разрыв налицо между музыкой второй практики и третьей. Здесь вам может казаться, что вы послушали какое-то сочинение третьей практики, что вы поняли, как оно сделано. Но когда вы прочтете легенду композиторскую, где композитор подробно описывает технологию написания этого сочинения, вы поймете, что сочинение на самом деле обладает совершенно иной структурой, совершенно иной многомерной формой, и в общем-то только через эту форму можно понять его смысл. В каком-то смысле музыка третьей практики ближе даже к музыке первой практики в этом смысле, чем к музыке второй практики. Она вновь ставит скорее этическую задачу, правда, в данном случае это задача толерантности, задача экспансии в новые интеллектуальные горизонты и так далее. Вообще у нас есть еще как бы четыре минуты, если есть еще у кого-то какой-то вопрос, то... Выше был вопрос, в некоторых материалах отмечается, что первым композитором была Хильдегард Бингенская, это XI век, почему так указывается? Соответственно, Хильдегарда Бингенская не была, собственно, первым композитором, она является первой женщиной, да, чье имя как автора дошло, но на самом деле Хильдегарда Бингенская писала хоралы, хотя у нее есть и драматические сочинения, они основаны на хоральном принципе. То есть, в данном случае проблема размывания слова композитор. То есть, есть авторы и до Хильдегарда Бингенской, но все они писали до практической эстетики. То есть, когда я говорю, что Пиротин Великий был первым композитором, я подразумеваю, что слово композитор имеет значение как создатель композиции. Хильдегарда Бингенская не создавала композиции, она создавала хоралы. Это очень интересная музыка, надо сказать, очень интересные распевы, но тем не менее слово там доминирует. Ну или по крайней мере находится в паритетных соотношениях с музыкальной составляющей. Для Пиротина Великого ключевым является уже композиция, поэтому собственно он создатель европейского композиторского музыкального искусства. Так же, как туда нельзя отнести допустим искусство трубадуров и труверов, многие из которых тоже жили раньше, Пиротин Великий, ибо для них первичен текст, они как барды, они создают некий текст, зачастую разные тексты поют на один и тот же мотив. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Так, можно ли создать некую градацию музыкальных произведений от простых сложных, например, до наук семьи, чтобы постепенно научиться воспринимать более сложные и каков критерий правильного восприятия, что это удовольствие или интерес. Я думаю, что так, понимаете, здесь, знаете, я слушаю разную музыку примерно по 5-6 часов в день, причем на качественной аппокатуре и в качественных очень записях. В большинстве случаев эта музыка не повторяется. То есть я слушаю не разные интерпретации, а именно разную музыку. И тем не менее, когда я начинаю слушать полное собрание сочинений автора, которого я не знаю, зачастую у меня может складываться о нем негативное впечатление. Нам всегда свойственно делить все на то, что мы уже знаем, оно для нас ближе, и то, что мы еще не знаем, оно для нас, конечно, сложно. Я советую вам обратиться к прослушиванию музыки абсолютных классиков, то есть Хельмута Лахенмана, допустим, или у нас вот мой современник Александр Марсович Хубеев. Ну, вы Ютубе вводите Александр Хубеев, да, он даже младше меня, и тем не менее, это уже значительная фигура российского музыкального искусства современного. Вот что придумывают эти авторы, для них, понимаете, звук, они не просто создают новую звуковую эстетику, да, они через нее пытаются создать новый тип общества. Новый тип общества более глубокий, более толерантный, более открытый к чему-то тому, что для них ранее было неизвестным. Через это можно научиться приобщаться. А метод от простого к сложному, я думаю, здесь не работает. Здесь работает метод погружения. Я бы вам сказал так, понимаете, есть хороший такой критерий, есть поощрительная премия Эрнста фон Симмонса, или так называемая композиторская премия Эрнста фон Симмонса. Заходите в Википедию, премия Эрнста фон Симмонса в области музыкального искусства, но смотрите не корифеев, которые даются таким мастодонтам музыкального искусства, а поощрительную премию. Там прям пойдет с 90-х годов список композиторов. А вот эта премия абсолютно некоммерческая. Ее никогда не давали просто так. Ее дают всегда за что-то ценное, яркое, важное, интересное. Поэтому если вы послушаете тех акторов, которые представлены вот в этом списке, а он, надо сказать, большой и все время множится, то вот это будет та музыка, которая в полной степени может характеризовать современное состояние музыкального искусства. Вы можете слушать, не знаю, у меня на канале мою музыку, я как раз пополам, вот как мне майка, да, пополам поделена. Я занимаю позицию ровно посредине, я пишу музыку и третьей практики, и музыку второй практики, и меня никак это не напрягает, эстетически абсолютно. Как в свое время не напрягала Уильяма Берта, допустим. А можно вопрос еще от меня? Я голосом задам, с вашего позволения. В Академии Малангарде последователь традиции, например, Штокхаузен, далее это все несколько перекочевало в электронную музыку, ну, то есть, как она сейчас грубо так называется, как вы в принципе относитесь к этому явлению, то есть, там тоже очень интересное использование музыки, она также отсылает и к традиционным каким-то методам, и снова использует, в принципе, как вы относитесь, используете ли вы это в своей музыке, как к явлению, чтобы вы могли сказать? Я понял вопрос, постараюсь кратко на него ответить, но, во-первых, электронная музыка по определению относится к музыке третьей практики, потому что мы не видим ее машинного кода, то есть, слушая ее, мы не знаем, как она сделана, но к самой по себе электронной музыке у меня отношение достаточно негативное, по той простой причине, что она представляет из себя чистую консерву, да, то есть, она записана раз и навсегда, и она не может меняться, поэтому большинство современных авторов предпочитает электроакустические сочинения, в которых есть частично живые инструменты, которые могут смещаться, как-то иначе исполнитель каждый раз интерпретировать свой материал, и некое электронное сопровождение. Не знаете, что я совсем никогда не писал электронную музыку, у меня есть электронная музыка, даже большие, крупные, более чем часовые композиции, но, тем не менее, если говорить о майнстриме, то майнстримом для современного авангардного письма является все-таки электроакустика, какой она стала еще и при жизни Штагаузена, да, тот же поздний монос подвижник Штагаузена пишет уже там концерт для скрипки и магнитофонных пленок, да, магнитофонные пленки предзаписаны, может играть по-разному, и тот же Пьер Буллес пишет свои знаменитые вещи «Диалог двойной тени» для кларнета электроники или второй «Энсим» для скрипки электроники, где как бы электроника является лишь респонсорием, да, неким ответным субъектом, зеркалом, если угодно, в котором отражается солирующий живой музыкальный инструмент. Спасибо большое, что ответили. По поводу электронной музыки, может быть, у вас материалы какие-то есть, с которыми можно было бы ознакомиться? В смысле, сама по себе электронная музыка? Нет, имеется в виду в текстовом каком-то оформлении, может быть, статьи? Тексты, понимаете, я всегда предпочитаю разбираться с самой музыкой и общаться с живыми авторами, чем читать тексты на эту тему, тем более, что по электронике это либо техническая литература, да, в описании использования тех или иных программ, они есть сложнейшие, далеко выходящие за пределы сэмплерной, то есть под засэмплерную музыку, под сэмплерной музыкой, засэмплерную, я вот за электронику в принципе не считаю, да, это поп электроника, то есть электронную музыку я принимаю только ту, где можно создавать звук с нуля самому, полностью наделяя его всеми характеристиками, но там это, говорю, либо расширенные философские формы юзер-мануала, либо просто отзывы, обзоры, либо легенды, легенды есть перед каждым сочинением самого автора, где он дает некую характеристику того, как он работал с электроникой, что он хотел посредством этого выразить. Все, спасибо большое. Тогда, уважаемые участники, если у вас в принципе остались какие-то вопросы, вы можете микрофон включить, мы ответим, или же можно будет в чате, тогда пару минут буквально подождем. Смотрю, вопросов особо нет. Ну, сегодня праздник, там православные всякие проруби купаются, так что это, в общем-то, закономерно, что сегодня мало участников. На самом деле, подписывайтесь на мой канал, я постоянно выкладываю обновления и со своих концертов, и интервью со мной, и собственные мои лекции, и проект Булеслигбес сейчас, конечно, подзамерз из-за карантина, но, тем не менее, там и так огромное количество лекций, которые можно слушать, где я освещаю самые разные проблемы современного музыкального искусства, причем освещаю их не для музыкантов-профессионалов, а для широкой публики, то есть просто для всех тех, кто готов это слушать, кто интересуется современным музыкальным искусством. Так что спасибо всем за внимание. Понимаете, да, безусловно, можно слушать музыку, которая не нравится. Вы же, когда в аптеку приходите и покупаете таблетки не того цвета, который вам нравится, едите их не в тех количествах, которые вам хочется, а как вам предпишет врач. То есть музыкальное искусство обладает колоссальным влиянием на человека, и в данном случае, если мы ставим во главу угла именно эффект удовольствия, то мы ставим себя выше музыки, а это, в общем-то, ну, с моей точки зрения, мягко говоря, неправильно. Поэтому я слушаю любую музыку просто потому, что она должна повлиять на меня, а не потому, что я должен получить некое удовольствие или вы некое состояние от нее войти. Тогда, Григорий, спасибо большое, что вы сегодня с нами были, очень интересная лекция, мне было крайне приятно ее слушать. Тогда надеемся, что мы вас увидим снова, вы еще что вы Продолжение следует...